Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим относительно темы, связанной с знаками и благословениями, которые могут проявляться из высших сфер, из духовных миров и от божеств. И рассмотрим такое качество, как соответствие этому благословению. Иногда кажется, что вот есть высшие духовные сферы, есть божества в традиции индуизма, и, собственно, им же не тяжело нас благословить. Но существует в действительности такое качество, как соответствие тому уровню, на который мы возлагаем надежды. То есть для того, чтобы получить благословение, нужно, дорогие друзья, что? В действительности надо соответствовать тому благословению, той духовной силе, на которую мы возлагаем надежды или подаем какие-то мечты, задумки. То есть именно эту тему мы сегодня рассмотрим. И данная символика, она проявилась в сновидении у подписчицы. Мы ее сейчас, это сновидение, разберем. Вот, интересные там элементы есть и похвальные. Еще раз хочу сказать, что всегда обращайте внимание на состояние сновидений. И сновидение нужно тренироваться и учиться осознавать. Если мы не осознаем свои сновидения, это значит, мы вообще не осознаем свое астральное тело и, соответственно, пытаться как бы подавать надежды на то, чтобы получать информацию из духовного мира посредством духовного зрения и сновидения или уровней каких-то самадхи, бессмысленно. То есть состояние наших сновидений и наше пребывание в наших сновидениях – это показатель того, в каком состоянии мы находимся. Если мы не осознаем наши сновидения, значит, соответственно, пока что воспринимать знания из тонких духовных миров мы не в состоянии. К сожалению, но есть такие знания, есть такие сведения. Итак, давайте, поехали. Во сне я висела в какой-то мгле или сером тумане, крутила перед собой то ли карту, то ли глобус и приговаривала. Хочу в Индию, пойду в Индию. Найдя Индию, я стремилась к ней прямо в карту и начала спускаться из космоса. При этом я сидела в позе лотоса, хотя в реале так сесть не могу. Это вот, кстати, способность перемещения. Я точно так же перемещаюсь, да, то есть мне очень хорошо ориентироваться исключительно в соответствии с картой нашего мира, относительно государств, стран и так далее. И точно так же, как и вы, перемещаюсь чаще всего сверху. Подобно птице, перелетая из одного государства в другое. И вы, кстати, тоже продемонстрировали это. Вся Индия была покрыта красно-коричневой цвета засохшей крови коркой. Это, кстати, не корка, это глина. В Индии очень много глинистых почв, и они действительно выглядят в некоторых местах вообще даже как красная почва. То есть у нас таких почв нет, у нас есть глиноземы, да, но они настолько смешаны с песком и другими, допустим, с другими видами почвы, такими как чернозем, да, что чистой глины нету. Но в Индии во многих местах глина исключительно чистая, и она выглядит как красная почва. И пыль даже, которая поднимается от этой глины, когда ветер дует, да, она такая, знаете, светло-желтая, светло-оранжевая такая. Ну, это, наверное, качество Индии самой. Вся Индия была покрыта красно-коричневой цвета засохшей крови коркой. Да, я сказала, бхарата означает земля света, и тогда кортка пошла трещинами, и из них пробился красивый золотой свет. Ну, это также является своего рода подсказкой для самой души, да, то есть душа изначально в нашем случае ищет то направление, в котором она сможет реализовать свои потаенные духовные стремления, да. И в данном случае, вот, Вселенная ей показала или дала понять, где искать те возможности, те реализации, которые ее интересуют, да. И в данном случае, когда земля потрескалась трещиной, пошла трещинами, да, и пробился золотой свет, это указывает, как бы, на то, где искать ответы, куда стремиться, чтобы получать, получить какие-то свои духовные реализации. Далее. Приземление не помню, но оказалось, в храме он был заброшен, полуразрушен, как храм, не действовал, но был сохранен как культурный объект, и его осматривали туристы. Есть такое, на самом деле, в Индии есть масса заброшенных храмов, но в силу своей ветхости, да, то есть, многие храмы разрушаются настолько, что их, в принципе, не сохранить уже, не восстановить. Вот. И они просто остаются в состоянии развалин, и очень часто рядом строятся храмы, либо, ну, либо не строятся, а место просто остается как место силы. Вот. Далее читаем. Храм был посвящен Нарисимхе, в одной из комнат была его статуя метра три в высоту из серого камня, частично поврежденной от старости. Вход, однако, был затянут музейным шнуром, рядом стояли два охранника в черных брюках и рубашках, и никого не пускали. Ну, это демонические существа, наверное, демоны. Статуя была видна из двери, она была обращена к нам правым боком. Но, учитывая то, что храм находится в разрушенном состоянии, но в нем есть божество, это, скорее всего, заброшенное место, но это место силы. Да, то есть, это место, в котором происходили какие-то чудесные знамения, и связаны они непосредственно с Нарисимхой, простите. То, что происходит разрушение, это еще символ того, что происходит угасание самой традиции внутри самого индуизма. То есть, там есть такой элемент, когда некоторые направления или некоторые учения, связанные с определенными аватарами, доминируют над другими учениями. Но это нормально. Кто-то пришел позже, кто-то пришел раньше, кто-то пришел для одного слоя общества, один из аватаров, другой аватар пришел для другого слоя общества. И, действительно, некоторые направления в традиции индуизма, они более популярны, чем какие-то более ранние традиции. Допустим, в Индии очень редко можно найти храм, в котором почитают божество, известное как Варахадев, но это очень древнее божество. А в то же самое время очень много храмов, в которых почитают того же самого Венкотешвара, но Венкотешвара более позднее божество. Ну, это и понятно, правильно ведь? Далее. А вот эти два охранника, это демонические существа, которые, собственно, не пускали. То есть, нечистые духи, которые всячески стремятся к тому, чтобы святые места не посещали люди. Это тоже повсеместно есть демонические существа, демоны, они стараются нас не пускать по святым местам, создают препятствия, создают трудности, лишают денег, чтобы мы не могли поехать, лишают всевозможных возможностей посетить святые страны, допустим, Индию. Да, та же самая пандемия, вот мы год назад планировали поехать всей группой, и в результате нам пришлось сдавать билеты. Нам еще и визы к тому времени, по сути, отменили. Нельзя было, да? Ну, в общем, много проблем. Далее. Я стал наезжать на охранников, говорить, что это храм Нри Симхи, люди пришли на него посмотреть, а вы не пускайте, что это такое. Люди рядом подталкивали, поддакивали, но на нас все равно не пустили. Я отправилась дальше осматривать храм. В другой комнате оказалась статуя богини Кали, необыкновенной красоты, черная, как смола, глянцевая, в красных и золотых узорах, цветах и украшениях. Было видно, что статуя не отсюда, она была новая, из современных материалов, и стиль храму не соответствовал. Около статуи было несколько людей, но я в ту комнату не пошла, только в дверь заглянула. Пока я осматривала храм, ко мне еще одной индианке подошла охранница в черной форме и дала по два коротких смезинчик пузырька. В одном было желтое масло, в другом белый порошок. К виду охранницы был виноватый, словно это была компенсация за то, что нас не пустили в зал нарисимхи. Я сразу же понял, что нужно делать. Капнула маслом на ладонь, насыпала порошка, смешала белую пасту, нарисовала ей круг на лбу. Индианка посмотрела на меня, сделала так же, только намазала все лицо и шею, что меня рассмешило. Смотрите, сам по себе символизм, он на самом деле не просто так проявился в данном сновидении. Она посетила, по сути, два храма, в которых были божества. Но, во-первых, храмы были недоступные, то есть они находились в разрушенном состоянии и в них не пускали люди в черном. Во-первых, это указывает на то, что у вас будет в будущем возможность посетить святые места, то есть в Индии, в Индию съездить. И во время поездки вы найдете очень святые, очень мощные места силы, в которых будет возможность получить благословение. Но так же само по себе в нынешнем состоянии сновидения, в котором вас не пустили, это указывает на то, что вы не готовы пока что в нынешнем своем состоянии. Вы находитесь в неготовом состоянии и велика вероятность того, что вот если встает вопрос сейчас, то сейчас бессмысленно ехать, потому что вы ни морально, ни энергетически не готовы к тем благословениям, к которым стремитесь. А учитывая то, что вы видели гневных божеств Нарисимху и богиню Калю, это также говорит о том, что вы нуждаетесь в защите гневных божеств, поскольку по всей видимости обладаете по судьбе, в своей судьбе или в судьбе своего рода скверными кармами. Которые тяготят вашу судьбу, вы это интуитивно осознаете и понимаете, поэтому тянетесь к гневным божествам. Но это тоже своего рода подсказка со стороны духовных миров, да, то есть они с одной стороны, с одной стороны мы понимаем, куда нам нужно стремиться, с другой стороны, как бы вселенная нам дает понять, что посредством этих божеств мы сможем получить какие-то реализации, необходимые нам, то есть, ну, очистить плохую карму, например. Вот, поняли, да, то есть с одной стороны вселенная нам дает понять, или божества-покровители дают нам понять, что у нас будет поездка в Индию, но будет позже, потому что пока что в своем нынешнем состоянии мы не сможем получить те знаки, те благословения, которые нам необходимы. Далее. Было ощущение, что если я начну бузить, охрана нас все-таки пустит в храм Дрисимхи, но я почему-то этого не стал делать. Потом вдруг оказалось в Москве рядом с вами, здесь имеется в виду с Вайракей, с вашим покорным слугой, то бишь со мной, вот, то ли в квартире, то ли в каком-то кафе, показала пузырьки и сказала, что получила их в храме Дрисимхи, а вы ответили, у пузырька край откололся, выброси их. Я возразила, ну и что, что откололся, порошку ничего не сделалось, ему можно, его, ну, можно пересыпать куда-нибудь. Но вы наставили, что порошок из отколотого пузырька использовать нельзя, и я, с сожалением, выбросила и порошок, и масло. Есть такое правило в традиции индуизма. То есть, поскольку мы оказались в Индии в очень священном храме, в очень древнем месте, и желая получить благословение, мы, оказалось так, да, чтобы в какой-то момент выяснилось, что мы не готовы. И в традиции индуизма, если, к примеру, у нас есть дома божество, но если у божества отломилась ручка или ножка, или хобот, допустим, как в случае с Ганишей, да, хобот такой, такая часть тела, которая довольно часто может отколоться, если там фарфоровое божество, ну, или металлическое, металлические руки или какие-то элементы самого божества, также могут отколоться при падении, к примеру, а это тоже бывает. Вот. И считается, что божество, которое находится в разбитом состоянии, колотом состоянии, ему ни в коем случае нельзя совершать поклонение. Но это один из элементов традиции. Но в самой Индии действительно существуют божества, которые очень древние, и они находятся в полуразрушенном состоянии, и почитание всегда, в любом случае, сохраняется, но это связано с тем, что явилось само божество и сказало, что выбрасывать нельзя, продолжайте. Вот. Но, в принципе, если у божества откололось что-то, то божество нужно с мантрами, с почестями погрузить в священную реку, ну, или в реку, которая находится рядом с нами. Вот. И таким образом энергия божества благодаря священной реке вернется на небеса. Вот. Это делают в традиции индуизма очень часто. Это нормальное явление. То, что вам дали, соответственно, какие-то символы, связанные с божеством, и впоследствии от этого пузырька, у этого пузырька произошел надкол, это указывает на то, что даже если вы силой смогли, условно говоря, своим сознанием, своим наверением вынудили дать вам благословение, в целом сама по себе напористость, она на самом деле нужна. Нужно быть действительно сильными, уверенными, добиваться благословения, потому что в некоторых случаях, особенно у гневных божеств, действительно такое есть. Надо проявить особое усердие, особое усилие для того, чтобы добиться благословения. По-другому никак. Благословения просто так не раздаются налево и направо. Но в данном случае то, что произошел надкол, это говорит о том, что благословение получено с искажениями и есть препятствия. И если мы будем пользоваться этим благословением, то из-за того, что есть препятствия, мы в результате исказим. Ну или энергия благословения придет в негодность и начнет работать не на нас, а уже против нас. И в этом случае нужно, конечно, стараться избегать. Это раз. Во-вторых, обращайте внимание на саму последовательность. То есть, если в состоянии сновидения мы посетив храм Нарисимхи или и богини Кали, следующая часть сновидения заключалась в том, что мы увидели некую личность, а в данном случае это было в Айраге, но это может быть не обязательно в Айраге. Это может быть ваш учитель, которому вы следуете, той традиции, в которой находитесь. А если в традиции христианства это может быть даже какая-то святая икона или какой-то священник в вашем храме. И обратите внимание на следующую часть сновидения. То есть, если в этой части сновидения нам не позволили что-то сделать, но в следующей части сновидения мы увидели определенную подсказку, то таким образом вселенная или же божества-покровители нам дают понять, что вот эта вот личность или вот это обстоятельство, или этот человек, он способен помочь вам реализовать те ваши задумки, получить те благословения, в которых вы нуждаетесь. Вот. Ну и, соответственно, то, что в состоянии сновидения в Айраге вам дал подсказку относительно того, что лучше пузырек сам по себе выбросить, то есть это также указывает на то, что через в Айраге вы также можете получать знания, которые будут нести глубочайший символизм. Поэтому здесь еще заключается смысл в том, что я очень часто вожу группы в Индию, ну как, по возможности. Планов было больше, но пандемия сейчас все как бы разрушилась. И таким образом, как бы вселенная дает понять, что вот в данном случае ответы есть, и подсказки есть, и знания действительно рабочие. Далее. Проснулась в удивлении, потому что никогда не чувствовала связи ни с Нарисимхой, ни уж тем более с богиней Калии. Я только около года назад каждый день по разу читаю Кавачу. Ну, как я понимаю, Нарисимху Кавачу, да? На этом все. Спасибо за помощь. Очень-очень хороший знак на самом деле. То, что вы читаете Нарисимху Кавачу, и то, что получили такой вот знак от Нарисимхи, это похвально. Это многого стоит. Я знаю людей, которые начинали читать Нарисимха Кавачу, и через какие-то там несколько месяцев просто бросали, в силу того, что Нарисимха отказался им явиться и благословить, и так далее. Но здесь важно понимать, что все-таки это Господь, это аватар, и когда мы готовы, Он приходит. Если Он не является, значит существуют кармы, которые не позволяют Ему явиться к нам, и значит, по сути, мы не готовы. И в данном случае данное сновидение стоит смотреть, рассматривать как ободрение, то есть то, что мы развиваемся в правильном направлении, то, что Вселенная и аватар Нарисимха, и даже богиня Кавачу нас слышат. Это гневные божества, и их благословение, поверьте, многого стоит. То есть получить их благословение, даже сами Пуджари не всегда в состоянии получить благословение от богини Кавачу, это очень-очень сложное богиня. А Нарисимха – это вообще очень опасное божество, но нужно отдать должное, ваши качества соответствуют тем вашим внутренним запросам, нужно еще потерпеть, нужно еще подождать, собраться, настроиться, продолжать также начитывать мантру, и поверьте, в следующий раз, когда мы сможем поехать, а мы сможем поехать, если вы видели данное сновидение, если вы видели храмы, вот, то есть у нас будет возможность поехать, найти это священное святое место, и поверьте, в то время, когда мы уже будем готовы, благословение мы получим. Плюс я еще смогу вас правильным образом настроить, потому что путешествие по Индии, ну, без гида, оно бессмысленно, да, то есть путешествовать по святым местам, по древним храмам, без людей, которые более-менее понимают, о чем идет речь, знают историю, традиции, могут какие-то дать дельные советы, разбираются в каких-то знаниях, символах, и обладают каким-то опытом, ну, сложно на самом деле. Есть масса людей, которые ездили в Индию, но остались ни с чем. Вот, то есть, понимаете, здесь еще надо самим быть настроенным, а чтобы настроиться, должен быть всегда тот, кто нас настроит, да, то есть надо, чтобы мы понимали, что мы должны получить, как должны получить, когда должны получить, что нужно делать, чего делать нельзя, а есть такие элементы, которые нельзя ни в коем случае совершать в святых местах, то есть так называемые аппаратки и так далее. Ну, как-то так, хвалю, дорогие друзья, продолжайте, даже видите, я и обещал, да, вот, что если будете делать, даже придерживаться самых простых правил, а не рабочие, вот все, что я рассказываю, все эти знания рабочие, почему? Потому что я сам через все это прошел. Я никогда не буду давать то, что не работает, то, что где-то там вот, как некоторые наши типа учителя, да, рассказывают какие-то знания там от фонарного столба. Нет, вот все, что я рассказываю, я сам через это прошел, и я знаю, что это работает, и я уверен в этом. Поэтому при определенных усилиях, при определенном усердии вы получите тот результат, на который вы настроились. Да, хотите благословения Энри Симхи, есть рекомендации. Хотите благословения Бадени Кали, есть рекомендации. Все работает, надо только придерживаться правил, развиваться, трудиться, и вы получите особые мистические откровения. До новых встреч. Спасибо еще раз. Порадовали.